Продолжаем видеоформат проекта «Антисатсанг», где мы рассматриваем любой, неважно какой, информационный источник. Повторюсь, что цель этого проекта не разбор личности автора, а именно составляющий сами алгоритмы и сам вирус, который зашит в той или иной трансляции информационного источника. Человек описывает состояние осознанности. Как она его описывает? Она описывает, что это некое спокойствие, это некое такое какое-то сдвинутое состояние, как будто есть вот это состояние и отдельно где-то живая жизнь. Человек начинает чувствовать, что это состояние куда-то уносит, и это некий транс. Когда человек начинает страдать, появляются какие-то неприятные выводы или состояние, или настроение. Знаете почему? Как только вы запускаете суждение, вы подвергаетесь этому суждению, вы подвергаетесь правилу суждения, а правило суждения – это нет. Сразу посмотрите, куда пойдет у вас ответ. Какое у вас пойдет ощущение предвосхищения? Вы пойдете всегда в минус, вы пойдете всегда в негатив. Потому что вся информация вокруг, она максимально бомбит для того, чтобы человек всегда ощущал себя жертвой. Девушка не знает, что такое осознанность, но она почувствовала, что тот транс, который он уходит, мешает ей жить, мешает ощущать эту саму жизнь. И здесь нужно было сказать, это называется, когда человек судит о бесформенном, судит о безграничном, о запредельном посредством личности, посредством эго-ума, система, которая крайне ограничена, крайне примитивна и имеет в своей основе очень низкие частоты. Потому хочу сказать, что если разобрать вопрос и ответ, к сожалению, сон и вирус присутствуют как в самом вопросе, так и в ответе. Когда возникает потребность в медитации? Давайте посмотрим. Давайте так приблизительно промоделируем и послушаем свои ощущения, что у нас возникает? Он делит реальность, он делит саму жизнь, само присутствие на до и после, на нравится, не нравится, на устал, на отдых. И получается, что от одного он хочет уйти, и к другому он хочет прийти. Это и есть ловушка, это и есть такая замануха, это такой вечный двигатель сна, из которого сбежать, если вы будете следовать этой частоте и искать таким образом ответы, вы никогда не сбежите, начинается усиливаться скорость побега. Побега откуда? Побега нет проблем. Побега от осознания самого себя, от осознания, как все на самом деле функционирует и работает, от прозрения истины собой. Человек уходит в дебри ментала, надеясь там найти свет. Там этого никогда не было. Человек удаляется от себя, он удаляется от света самого себя, от собственной светимости. И чем дальше, тем будет больше плотность, больше темнота, и больше боль, и больше страдания. Именно в этих состояниях хранится и находится ключ к выходу из этой ситуации, к осознанию, почему она случается, как она случается, по каким законам она функционирует, и как вам с этим справляться. Медитация, знак равенства – это тюрьма. Медитация, знак равенства – это иллюзия. Медитация, знак равенства – это сон внутри сна. Если у вас внутри нет самой этой основы, нет этого ощущения, чувствования себя и развлечения, где вы себя сущностны, а где вы себя личностны, то поверьте мне, вы находитесь в информационном сне. И это никогда вас к себе не приведет. А просветление – это что? Это какое-то особое состояние. Это состояние избранности. Это состояние власти. Это попытки управлять реальностью. Это попытки доказать себе и другим. И, кстати, знаете, такая интересная фишка. А вы задаете себе вопрос. Хотели бы вы быть просветленным, если бы вам некому было об этом сказать?